Значит, что такое пивной алкоголизм? Хотелось бы вспомнить слова Рене Декарта. Давайте точно определять значение слов, и мы избавим мир от половины недоразумения. Существующий термин пивной алкоголизм, он является как бы простонародным термином, и в МКБ-10 данного термина не существует. Потому что если был бы термин, зашифрованный в МКБ-10, пивной алкоголизм, то тогда бы, наверное, существовал и винный алкоголизм, коньячный алкоголизм, водочный алкоголизм и так далее, и тому подобное. Поэтому существует просто понятие алкоголизм и, соответственно, наркомания, что касается болезней, отнесенных к наркомании. Однако термин пивной алкоголизм, он приобретает все более и более широкое распространение именно в народных кругах и даже в некоторых профессиональных кругах между собой. Врачи говорят о том, что да, это, соответственно, пивной алкоголизм. Но если вспомнить историю существования любого термина, то рано или поздно, наверное, все-таки войдет в те или иные научные труды и закрепится, соответственно, как научный термин, характеризующий именно данное явление. Пока данного термина не существует. Существует два подхода по классификации, либо анализу вообще, что такое алкоголизм. Современный классический русский подход, он основан на клинических признаках. Когда существуют клинические определенные проявления, когда человек употребляет спиртные напитки, неважно, пиво, водку и так далее, у него возникают клинические проявления в виде поражения внутренних органов. И тогда мы говорим о клинике. Первая стадия, вторая стадия, третья стадия алкоголизма. В Америке существует социальный подход, когда в основу алкоголизма положено социальное явление. То есть, да, появление, значит, в пьяном виде на рабочем месте, у них это влечет принудительное лечение в клинике от алкоголизма, да. То есть, у них положены социальные аспекты, когда прием алкоголя должен быть опосредован каким-либо значимым событием. Если он уже не связан с какими-либо событиями, то, соответственно, уже говорим о заболевании. И существует такой, знаете, клинико-социальный подход, он распространен в Европе, который объединяет две вот эти школы. Я считаю, это что наиболее правильный подход. Потому что алкоголизм – это заболевание не какого-то там определенного органа, да. То есть, да, это заболевание головного мозга, но головной мозг отвечает за социальную адаптацию и ориентацию человека в обществе. Поэтому, если страдает головной мозг, мы говорим о неполноценности человека в социальном плане. То есть, страдает его социальная сторона. Поэтому социальный аспект никак нельзя откидывать. Что страшно в конкретном самом пиве? Значит, если вообще обратиться к истории развития человечества, почему появилось пиво, почему появилось вино, почему появились крепкие спиртные напитки, то в основном они все появились вообще-то с медицинской, лечебной точки зрения. То есть, изначально их вели медики, как ни странно. По одной простой причине. Раньше не было чистой воды, не было способов очистки воды. Поэтому люди в основном копали колодцы, которые находились грунтовые воды. Ну, в редких случаях это была родниковая вода, кому-то больше повезло, жил в горах, это вода, которая таяла с ледников, она была частая. И мы все помним бунты, чумы, холеры и так далее и тому подобное. Поэтому, особенно при боевых действиях, при боевых действиях, там же вообще была антисанитария полная во время войны. Поэтому, соответственно, нужно было какое-то вещество либо жидкость, удовлетворяющая жажду, и при этом она обладающая антисептическим эффектом, который могло убивать бактерии. Вот отсюда появились слабоалкогольные напитки в виде пивной группы. Это сгомань, это пиво, это еще что-то, которые утоляли жажду, которые не сильно, допустим, выводили из строя. Но наличие этилового спирта, имеющего формулу С2H5OH, он является щелочью. С2H5OH по химическому стороне относится к группе щелочей. Он просто растворяет бактерии, убивает бактерии. Все знают, что спирт является антисептическим средством, который применяется для очистки, дисбактеризации, либо для снятия жировых всяких пленок. Вот для этого были запретены слабоалкогольные напитки. А потом, конечно же, уже появились сильные, сильно алкогольные напитки, которые уже применялись на застольях. Значит, вот это история развития пива. А чем пиво вредно? Если посмотреть вообще на состав пива, то по сути своей оно представляет собой жидкую составляющую. Это вода с растворенными в ней какими-либо веществами. И этиловый спирт в концентрации 8%. Сейчас существуют крепкие сорта пива. До 11-12% содержания этилового спирта. Но я думаю, что это больше социальный заказ. То есть, есть куда сбывать. Есть определенные рамки законные, нормативные. Соответственно, можно поднять градус для того, чтобы человеку дать удовлетворение, то есть, напиться. Но если рассматривать биохимию пива, то он представляет собой прерванный процесс брожения пивных дрожжей. Соответственно, все, что содержалось в дрожжевой клетке, в процессе ее деления. То есть, брожение – это процесс деления пивных дрожжей. Соответственно, все, что образуется в процессе жизнедеятельности вот этого дрожжевого грибка, его прекращают резко. Дрожжевой грибок разваливается. Все содержимое его внутренности вываливается наружу. А дальше уже возникают вопросы, связанные с кулинарными вещами, то есть, приготовление пива, пива в варенье, для того, чтобы не нужные вещества убрать, а нужные оставить. Но при нашей шаткости законов и при таком колоссальном спросе на пиво, я не думаю, что все содержащиеся там вещества убираются, а нужные оставляются. То есть, это не то пиво, которое варили из хмеля в деревнях, это не то пиво, которое существовало раньше, сейчас несколько пивов другое. Более того, в современное пиво добавляются микроэлементы в виде железа, марганца, кобальта, меди, других веществ, которые нужны для стабилизации пены, чтобы пена не вылазила, но при этом она имелась, густая, пиво должно быть пенное, вот это известная пословица. Так вот, соответственно, содержание этих веществ, оно как бы не превышает предельно допустимую концентрацию в одной бутылке. Но если человек за вечер выпивает несколько бутылок, то, соответственно, концентрация этих веществ в его организме превышает предельно допустимые вещи. Например, в 60-х годах в Европе, я не помню, кажется, в Дании или в Швеции было даже такие, знаете, массовые смерти от отравления кобальтом. Когда люди приходили в пивную, пили много пива, а потом, соответственно, умирали вследствие пролечения нервной системы из-за того, что там содержалось много кобальта. Ну, ничего хорошего в том, что в тебе содержится очень много вот этих меди, цинка, кобальта, железа, ничего хорошего нет. Организму надо ровно столько, сколько надо. Но вопрос заключается в другом. Эти вещества, то есть это железо, оно растворено с пивными кислотами, с пивными там какими-то другими метаболитами, они очень легко проникают в кровь. А проникая в кровь в большом количестве, почки не успевают это все выделить, поэтому им надо куда-то это отложить, а уже потом постепенно это все выделить. И вот эти отложения, если куда-то отложить, ну, отложили, отложили, но не всегда потом приходится это можно забрать. Чем еще, как бы, пиво вредно? Существует достаточно распространенное такое явление, как тоже среди врачей, кстати, записано в научной литературе, и видно, были эти явления получены при вскрытии людей, злоупотребляющих пивом, как бычье сердце, либо пивное сердце. А в чем смысл? В норме у человека где-то приблизительно во всем организме литров 7-8 крови, да? Но при этом постоянно циркулирует в магистральных сосудах порядка 3,5-4 литров. Остальная кровь, она находится в капиллярах, подкожно-жировой клетчатке, внутренних органах, да? А непосредственно по центральному кровотоку гоняется 3,5-4 литра. Человек употребляет пиво. Вся жидкость, которая у нас входит в кишечник, она должна всосаться. Соответственно, куда она всасывается? Она всасывается в кровеносную систему. То есть, получается, что нагрузка на сердце увеличивается на пол-литра. Однако пол-литра пива за вечер обычно никто не выпивает, если уж дадится пить пиво. Выпивает 3, 4, 5 литров, да? И, соответственно, получается, что нагрузка на сердце увеличивается в 2 раза, в 3 раза, в 4 раза. Потому что скорость всасывания, скорость всасывания жидкости из толстого кишечника гораздо быстрее, чем скорость ее фильтрации через почки. То есть, пока почки отфильтруют нужные вещи, пока почки сформируют мочу, пока эта моча спустится в мочевой пузырь, накопится, даст соответствующий сигнал о том, чтобы опорожниться, то есть, все это будет содержаться в организме. Отсюда вот возникают отеки. На следующий день кто, соответственно, злоупотреблял алкоголем и особенно пивом. То есть, человек начинает отекать. То есть, вот это пиво, эта жидкая составляющая, она, соответственно, идет в клетки, в интерстиции, межклеточное пространство в клетке, подкожно-жировую клетчатку и так далее. А для сердца дополнительная нагрузка. Не надо забывать, что сердце представляет собой мышечную ткань. То есть, это, по сути, собой мышца. И чем больше на нее нагрузка, тем и происходит увеличение сердечной мышцы. Но строение анатомической сердечной мышцы, оно не очень, с точки зрения физиологии, как сказать, адаптивно. То есть, там находится, допустим, несколько пучков мышечных клеток, да, а между ними находится сосуд, который их кровоснабжает. Увеличение нагрузки на сердце приводит к росту мышечной ткани, но при этом в сердце не растут сосуды. Отсюда возникают инфаркты миокарда, да. Ну и в последующем, соответственно, сердце может расти, 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 но оно, как бы, его границы роста определены средостением и окружающими органами. И потом, соответственно, оно перестает расти. И здесь возникает другой вопрос. Когда сердце дорастает до больших размеров, то есть, мышечное ткань сердца дорастает до больших размеров, то крайним, лежащим от сосуда мышечным волокнам не хватает питания, и они начинают просто умирать. То есть, мышечный волокон начинает умирать. А, значит, мышеч, как бы, в теле пустоты не бывает, оно замещается соединительной тканью. А соединительная ткань, она содержится, например, в сухожилиях, еще где-то, там вообще не содержится кровеносных сосудов. И постепенно идет процесс отмирания. И в итоге получается такое большое расхлябанное дряблое сердце, так называемое бычье сердце. Если кому посчастливилось, ну, в интернете, наверное, есть эти фотографии, то могут посмотреть, что такое бычье сердце, ну, когда вскрывает человек. То есть, это большой дряблый мешок, который ни на что не способен. Следующий орган поражения именно пива, соответственно, является печень. Потому что все, что попадает в желудок, все, что попадает в пищеварительную систему, все проходит через фильтр. А фильтр у нас печень. Соответственно, те вещества, которые содержатся в пиве, и все пиво проходит через печень. И неименуемо, поскольку в пиве содержится очень много веществ, и железо, и этиловый спирт, это приводит к тому, что клетки печени начинают погибать. Отсюда возникает перерождение печени, да, то есть, погибает клетки печени, возникает перерождение ее, опять-таки, да, вот жировое перерождение печени, да, и прямой путь, соответственно, к циррозу. К циррозу, да. Еще, допустим, при большом употреблении пива страдает венозная система человека, потому что по артериям-то кровь гонится сердцем, а по венам, как правило, кровь гонится за счет сокращения скелетной мускулатуры. И в венах есть клапана, которые препятствуют обратному оттоку крови, то есть, по венам кровь поднимается вверх, то есть, она идет против законов силы в тяжести, да, потому что сила тяжести и кровь тянут вниз. Поэтому для того, чтобы она вниз не спускалась, должны быть такие полулунные клапана, и вот они существуют. И здесь происходит, соответственно, тоже застой жидкой части крови, потому что в пиве там вода содержится, застой жидкой части крови, как средствие, а вены – это мешок, да, как следствие увеличения и растягивания этого мешка, да, а растягивание этого мешка приводит к тому, что, соответственно, сосуды и капилляры, кровоснабжающие эту вену, тоже растягиваются, и какие-то участки вены просто не получают питания, да. И вот отсюда возникает расширение вен, истончение вен, либо их запустевание, да. Дело все в том, что вены и сосуды, и вообще любая клетка, она иннервируется. То есть, помимо того, что к ней приходит капилляр, к ней приходят еще нервные окончания, которые регулируют обмен веществ. Ну, допустим, мы растянули слишком какую-то клетку, и надорвалось нервное окончание. Все. То есть, эта клетка перестает иннервироваться, и в ней сразу нарушается обмен веществ. Эта клетка, она уже фатальна, она уже отмирает и замещается, поскольку пустоты не должно быть, такой низкодиффинцированной соединительной ткани. То же самое и здесь. То есть, происходит также запустевание вен. Помимо всего прочего, что касается вот пива. Пиво опасно. Вот это мы рассмотрели некоторые клинические особенности, в действии пива. Ну, многие еще авторы пишут, что там содержатся фитоэстрогены. Фитоэстрогены – это вещества растительного характера, которые обладают эффектом женских половых гормонов. Поэтому наличие женских половых гормонов в мужском теле подавляется в выработку мужских половых гормонов, и происходит, соответственно, ожирение по женскому типу, гинекомастия, то есть, рост грудей, увеличение живота, откладывание жира на животе и на бедрах, и так далее, и тому подобное. Ну, это точка зрения спорная, спорная. Почему это происходит? То ли за счет фитоэстрогенов, то ли за счет просто вредоносного действия этилового спирта, этилового спирта, и содержащихся других компонентов пива на, допустим, половые железы мужчины. Но я думаю, что если существуют две диаметрально противоположные точки зрения, то истинная точка зрения является – это квинтестенция одной и второй. То есть, наверное, действуют и фитоэстрогены, и те вредные вещества, которые напрямую воздействуют на мужские половые, соответственно, гормоны. Вот. И, соответственно, приводят к повышению женских половых гормонов и, соответственно, нарушению обмена веществ. Что же касается социальной точки зрения, то слабоалкогольные напитки, и не только пиво, они опасны следующим. Вот я сталкивался с этим явлением, когда задавал вопрос человеку. Ты сейчас пьяный? Он говорит, нет, я не пьяный. Ну, собственно, вот прибор, анализирующий выдыхаемый воздух, и в вашем воздухе содержится алкоголь. В таком-то, таком-то количестве. Например, одна промилля. Он мне говорит, ну и что, я водку не пил, я пил пиво. То есть, здесь возникает социальное непонимание того, что пиво является слабоалкогольным напитком. А если говорить уж в априори, то, что пиво является алкогольным напитком, да, что это является алкогольным напитком. А его, благодаря средствам массовой информации, благодаря рекламе, разрекламировали, что это является чуть ли, ну, скажем так, не лимонадом, который можно употреблять на вечеринках, в гостях, на улице. И в общественных местах весело проводить время. Но дело все в том, что там содержится этиловый спирт. И этиловый спирт, если даже он в одной бутылке содержится в концентрации 8, там, да, 8 процентов, то пивая 3-4 литра, то есть, получаем приличную концентрацию. То есть, мы приближаемся уже к уровню употребления, допустим, 0,5 литров водки. И причем это происходит систематически. То есть, если для употребления водки и коньяка нужны еще какие-то социальные аспекты, да, то есть, это стол, встреча, закуска, то для употребления пива ничего не надо. Достаточно купить бутылочку пива, после работы идти по улице, выпить ее или сесть перед телевизором и выпить. То есть, социально вот этот момент стирается. А теперь, если посмотреть, что это один день, второй день, третий день, четвертый день, пятый день, да, это все идет воздействие этилового спирта на головной мозг. А головной мозг представляет собой по существу жировую, высокодифференцированную, пока нам еще непонятную ткань. То есть, по сути своей, если мышцы – это белок, то мозг – это жир. А как на жир действует этиловый спирт? Он его просто растворяет. Это всем известно, да, сода растворяет жир, ферри растворяет жирную посуду, этиловый спирт используется при обезжиривании, то же самое и здесь. То есть, происходит растворение мозгов, по-простому, проще говоря, растворение мозгов. А что именно растворяется? Растворяются не те структуры, которые были заложены или даны человеку от природы, от наших животных предков, да, то есть, это не продолговатый мозг, не глубинный мозг, да, а это растворяется последней, незащищённой и приобретённой человеком структуры. Это кора серого вещества, да, то есть, это кора головного мозга, серое вещество. Причём венцом творения, венцом творения, как бы головного мозга и самым последним, что формируется Самое последнее, что формируется у человека, это не интеллект. И это даже не память. Самое последнее, что формируется у человека, когда можно сказать, что человек стал личностью, это критика. То есть критика является венцом творения. То есть получается, что если представить нервную систему, распрямить ее в виде дерева, то спиной мозг представляет собой корни, ствол. А вот критика – это представляет собой как бы цветы. То есть, на конце у деревьев, на веточках находятся цветы. Так вот, благодаря критике мы еще можем иметь и плоды. Так вот, когда идет ураган, либо идет, допустим, град, то побиваются цветы, и уже, соответственно, не будет уже плодов у дерева. То же самое и здесь. То есть, поражается маленький кусочек лобной извилины, отвечающий за критику. Когда ты этому человеку говоришь, ну, у тебя уже алкоголизм, он говорит, нет, алкоголики – это те, которые пьют водку. Я же, говорит, пью пиво, и я не алкоголик. То есть, мы видим такое явление, как анозогнозия, отрицание наличия у себя заболевания. А оно нам говорит об отсутствии у него критики. То есть, человек получает психический дефект, который никак восстановить нельзя. Вот. Ничто с этим сделать нельзя, и тогда это уже получается, что в социальном плане этот человек дефектен. Ну, а если говорить, что критика есть производный интеллект, то и, соответственно, определенная форма умственной отсталости уже, да, социальной умственной отсталости. То есть, помимо всего прочего, наличие микроэлементов, которые содержатся в пиве, добавляемые современным производством для стабилизации пены, они приводят к тому, что эти вещества, они откладываются в ядрах головного мозга, они находятся глубже. Они отвечают за непроизвольные движения, они отвечают за автоматические движения. Ну, например, если один раз научился ездить на велосипеде, то ты будешь ездить. То есть, это все содержится в глубинных ядрах. То есть, некоторые движения, они настолько стереотипны, что их не надо мозгу каждый раз знать, как делать. Он их просто погружает в эти темные свои глубинные ядра двигательные, и потом они воспроизводятся на автомате. Так вот, отложение вот там, соответственно, металлов, солей металлов, меди, цинка и так далее, приводит к нарушению процесса возбуждения. Как правило, нарушаются тонкие движения. То есть, появляется мелкий тремор, потливость, допустим, устойчивость уже не та. Помимо всего прочего, другим большим образованием головного мозга является мозжечок, который находится сзади и собирает информацию о движениях, а также там же находится еще обработка зрительной информации. Так вот, еще пиво, оно поражает, соответственно, мозжечок. Причем, интересный механизм поражения. Здесь несколько механизмов поражения. Первый механизм поражения – это прямое действие этилового спирта, С2H5OH, который является щелочью и растворяет просто головной мозг. Второе поражение – это за счет содержащихся микроэлементов, которые в одной бутылке, да, содержатся в предельно допустимой концентрации. Но когда человек их выпивает там, ну, я знаю, что некоторые даже выпивают до 30 литров пива в день. У меня такие были люди, да, до 30 литров пива в день, да. Я не знаю, куда оно выпивает. То есть, понимаете, сколько там чего отложилось, да. То есть, это второй механизм. А третий механизм – это механизм, знаете, такого, я бы это его назвал механизмом сдавления. Поскольку происходит наводнение организма водой. То есть, там же содержится жидкая составляющая вода. То есть, носитель любого спиртного напитка – это вода. То есть, наполнение организма водой. Воду надо куда-то девать. Куда ее девать? Значит, ее распихивает организм в жировую ткань, в скелетную ткань, да. Ну, я не знаю, допустим, даже в костную ткань он ее распихивает, да. Но также он ее распихивает и в головной мозг. Причем, что кровоснабжение головного мозга, оно очень интересное. Кровь, как бы, мозг кровью не питается. У него существует своя система питания спинномозговой жидкостью. Поэтому происходит сначала фильтрация всего содержимого при помощи воды. Опять носитель вода в спинномозговую жидкость, а уже спинномозговая жидкость омывает головной мозг. Поэтому доступ крови в головной мозг ограничен. То же самое и здесь. А механизм работы очень простой. Если повышается давление в кровяном русле, то повышается и давление спинномозговой жидкости. А в головном мозге есть желудочки, есть пространство, есть каналы, есть трубочки, по которым течет эта спинномозговая жидкость. Так вот, там увеличивается давление. Но если крови-то есть куда уйти, да, в жировую ткань, да, в сальник, во внутренние органы путем расширения капилляров, то головному мозгу спинномозговой жидкости некуда деться. Это закрытое пространство. И получается, что она начинает эти желудочки, эти трубочки с внутренней стороны распирать. Да? То есть, жидкость она распирает. Да? А головной мозг и спинной мозг находятся в жесткой капсуле. Это, значит, позвоночник и это череп. Так, соответственно, происходит вклинение головного мозга, либо его поддавливание к черепу, да, а спинного мозга, соответственно, к позвоночному столбу. Так вот, таким образом, а сдавление головного мозга приводит к чему? Ну, вот я крайняя клетка головного мозга. Меня сдавило еще 2 миллиона клеток, которые подо мной. Что со мной будет? Я просто умру. Я просто, соответственно, развалюсь под этим давлением. Таким образом, вот происходит истончение, да, как бы головного мозга, истончение его структур, потому что каждый раз вдавливаться, это же нужно пространство, и расширение, соответственно, желудочков. Вот, кстати, именно по этому признаку, именно по этой причине, например, по этому механизму возникает алкогольный абстинентный синдром с судорогами. То есть, когда происходит отек головного мозга, и просто мозги вдавливаются в череп, и, допустим, содержится в лобных долях предцентральная извилина, отвечающая за произвольные движения рук, ног и так далее. Она просто вдавливается, и, как бы, клетки начинают испытывать дискомфорт, посылает в непонятном направлении электрический импульс, и возникают вот такие вот судороги. То есть, еще, как бы, опасно и этим. Но самая большая опасность употребления пива, употребление пива заключается в другом. Нельзя смотреть на проблему очень просто. Нельзя смотреть на проблему с одной точки зрения медицинской. Потому что она будет освещена однобоко. Готовясь к этой программе, я сделал анализ пивных заводов, которые существуют на территории России. То есть, кому они принадлежат, какие марки пива они, соответственно, делают и так далее и тому подобное. Оказалось, что две трети заводов России не принадлежат. И деньги от продажи пива уходят в Данию, Швецию, в Америку, в Германию, в Африку даже уходят. Понимаете? То есть, это иностранные компании, которые, попросту говоря, спаивают Россию, и при этом получают еще деньги. И здесь, как бы, общаясь вообще в социальном аспекте аполкоголизма, всегда надо видеть и смотреть несколько шире. А зачем это надо? Если мы возвратимся к этому вопросу, зачем это надо, то надо обратиться к геополитике. В России, все об этом уже говорят, стремительно падает численность населения. Но никто не говорит другую цифру. Что если пересчитать все население России на все население земного шара, то мы будем составлять всего лишь навсего 2%. То есть, в России живет всего лишь навсего 2% населения от населения всего же земного шара. А если пересчитать богатство в виде золота, алмазов, нефти, руды, торфа и так далее, то эти 2% населения обладают 70% всех мировых запасов чего-либо ценного. У нас фактически 80% запасов мировой пресной воды. И говорят, что 3-я мировая война начнется не из-за нефти, не из-за газа, она начнется из-за воды, из-за пресной. У нас ее больше половины. У нас фактически 50% нефти и газа. У нас в Якутии пока не разведанных 100 алмазов, сколько этих алмазов нет в Африке. А если взять континентальный шельф, это Северный Ледовитый океан. То есть, он принадлежит никому, и верхний тоже никому не принадлежит, материк, который покрыт льдами. То страны договорились, что каждой стране будет принадлежать вот этого континентального шельфа столько, сколько эта страна по периметру обладает. То есть, вот в России она по периметру такая. То есть, берется верхняя точка, проводится по одной границе, проводится по второй. То есть, получается, что мы и там имеем более 50%. А теперь давайте спросим, разве западному мировому сообществу не завидно, что 2% населения обладают такими запасами? И более того, что если бы они об этом просто так думали, но недавно были события, не так давно, лет 5 или 6 назад, когда Кандализа Райс приехала на саммит в Россию и сказала, что она считает, весь американский народ, что несправедливо, что 2% населения обладает 70% запасов, всех мировых запасов полезных ископаемых. И что нам их столько много, что мы их даже освоить не можем. И поэтому они у нас просто лежат грузом. Поэтому надо, например, Урал, Сибирь отдать Америке. Восток надо отдать Китаю, потому что им не хватает. Но, как бы, много Россия вела войн. Много Россия вела войн. И Первая мировая война, и Вторая, и так далее. И Наполеон с нами воевал. Проблема-то всех воюющих стран заключается в том, что у нас большая территория. Мы за счет чего войны выигрываем? За счет того, что мы затягиваем эти войны. За счет того, что просто противник или воюющая сторона, она просто ослабляется, ее экономика не может так долго воевать. Войны надо воевать быстро, а не долго. А у нас большая территория, мы просто бегаем по этой территории и ждем, когда противник устанет. А потом этого уставшего противника мы просто добиваем. Понимаете, так мы выигрывали все войны, фактически. Если по своей философии смотреть. То есть мы отступали, отступали, отступали до последнего. Затягивали, как всегда нам помогали наши клинические погодные условия. То есть, когда это морозы минус 30. А когда морозы минус 30, затраты на ведение боевых действий увеличиваются порядка в 100 раз. То есть, одно дело воевать летом, а другое дело воевать зимой. И это, конечно, изнуряет. Но наши стратегические противники, поэтому не надо никогда забывать, что хомо хомини лупесес, человек человеку волк. То есть, все мы, как в древности, в первобытном общинном строе, так сейчас, мы все бьемся за лучшие условия жизни. То есть, они поняли, что Россию нельзя напрямую завоевать. Сейчас напрямую Россию нельзя завоевать тем, что мы и мировое сообщество разработало мировое право. Которое запрещает прямую интерверцию, либо вторжение в суверенитет и нарушение суверенитета государства. Но, как завладеть богатствами другой страны? Как ими завладеть? Очень просто. Надо просто народа там поменьше сделать. И когда будет меньше народа, тогда сопротивления будет меньше. А еще второй механизм. Народ сделать глупее и тупее. Поэтому сейчас, собственно, уровень образования и образованности людей падает. Тотальное увлечение молодежью пиву приводит постепенно. Если, допустим, с 15 или с 14 лет до 35. Это приводит к отупению. То есть, мы говорим об алкогольной деменции. У человека нет критики. У него сохраняются мозги, но у него нет критики. Поэтому ему надо только удовольствие в жизни. То есть, как лошади. Дай морковку, она будет счастлива. То есть, эти пошли по такому пути. Поэтому проблема пивного, как бы алкоголизма и слабоалкогольных напитков, и, как, впрочем, и табакокурения, почему это все грянуло в Россию, почему у нас все это процветает, я думаю, что за этим стоят более большие и значимые цели, последующего, как бы, мирового разделения вообще континента, Евразии и мировых богатств. Причем, если проследить историю развития, допустим, Америки, то они подумали, что негуманно убивать индейцев, когда они там завоевывали территорию, Аляску, там все остальное. Да и как-то своих людей жалко, все-таки индейцы там копьями метают. Они решили с индейцами дружить и познакомить их с огненной водой. Которые те никогда не пили. И в итоге целые племена индейцев просто упивались этой огненной водой и умирали. А территория оставалась свободной. А свободной территория быть не может. Они просто ее забирали и присваивали себе. Тот же самый механизм идет с Россией. Тот же самый механизм идет с Россией. То есть, сейчас, конечно, сложное время. Старую культуру сломали, ничего нового не предложили. Идеологии и философии нет. Поэтому современная молодежь не имеет национальной идеи. В России нет национальной идеи, ради чего мы живем. А если у тебя нет национальной идеи, ради чего ты живешь, то ты живешь ради собственного удовольствия. А собственное удовольствие, оно может быть любым. Это может быть алкоголь, наркотики, табак, курение и так далее. И вот этим страшен пивной алкоголизм. То есть, не так страшна клиническая вещь, а как страшны социальные последствия пивного алкоголизма. То есть, пиво доступно, его можно купить в ларьке. Оно стоит достаточно дешево. Пожалуйста, пейте. Результат будет тот же, но только чуть-чуть попозже. И мы с этим имеем место быть. А потом слабоалкогольные напитки, как, впрочем, и марихуаны, и гашиш, которые, говорят, что легализовали, они относятся к наркотикам. Это является входными воротами в большой и прекрасный мир алкоголизма. Об этом не надо забывать. Что все начинается с малого. Дерево растет с семечки. То же самое и здесь. Все растет с семечки. Просто заключается в другом. Какая это семечка и что из нее вырастет. Ну, а закончить я хотел бы в следующем, что, уважаемые россияне, уважаемые жители Солнечногорска и Солнечногорского района, подумайте, кому вы оставите и что вы оставите. Своё наследие, своё достояние. Подумайте лишний раз, стоит ли вам пить, стоит ли вам пить пиво, стоит ли вам пить водку, стоит ли вам спиваться. А если говорить о том, что Россия россиянам не принадлежит, находиться в вечном пессимизме, говорить, что у нас нет будущего в России, ну, тогда можно было бы жить, наверное, и в первобытном общинном строе гоняться за моментами. То есть всегда находятся чудаки, которые говорят, куда надо идти, как надо идти, и о том, что надо жить лучше, и о том, что этого делать не надо. Благодаря этим чудакам мы имеем телевидение, радио, сотовые телефоны, машины. Мы имеем возможность самовыразиться, сходить в кино, в театр. А кто-то, как сидел и говорил, что никому ничего не надо, так и говорит, ну, этих людей мы видим на помойках, на свалках и валяющимися в подъезде. Поэтому не допустите, чтобы это было массовым и тотальным явлением.